Аминь Не бойся, говорит, слава Богу, какая-то замечательная, друзья, замечательное поклонение, замечательное прославление. Давайте поблагодарим Бога за левитов, за этих прекрасных служителей. Пожалуйста, проходите на ваши места. Спасибо. Ну, хотел сказать, обнимитесь, ну, уже не обнимайтесь, уже просто присаживайтесь. Потому что сейчас как-то, ну, хотя бы поздороваться, да. Как вы поняли, уже меня представили, меня зовут Олег, я из Томска, из Сибири. Это Сибирь, это Томск. Это, короче, в общем, ну, второй по значимости город после Сочи. Да простят меня, кто там с других городов. Ну, наверное, так в этом и есть какая-то правда, знаешь, мы где-то... Я люблю Томск, я люблю свой город, и... Ну, знаете, когда муж говорит про жену, это самая прекрасная женщина в мире. Ну, ну, думаешь, ну, ты че, ну, ну, как бы, ну... Ну, он же прав, правда? Для него это так, для него это самое, это Лилия, это вот это самое прекрасное. Так же и по городам, можно сказать. Ну, во Христе мы одна семья такая, большая, большая дружная семья. У меня сегодня есть послание к вам, ну, наверное, немножко познакомиться чуть-чуть. А кто... Кто меня не знает? Вот вы, ну, я в Сочи бывал, но вот... Ну, некоторые есть, наверное, меня не знают. Есть такие люди, если вы не знаете меня... Поднимите руки вот так, если вы не знаете. Господи, прости этих людей, пожалуйста. Уже все, уже все свои, все уже, слава Богу, слава Богу. А кто, кто может быть вдруг случайно как-то вот, кто... Не, наоборот скажу, кто не был в Томске? Вот вы не были, ну, вообще в Томске. Поднимите руки, вы не были в Томске. Ребята, подойдите к Ашоту, он вам даст адрес, телефон. И путь, как доехать до Томска. Слава Господу. Ну, вот мне немножко, чтобы понять. Я служил Богу уже, ну, не всю жизнь, конечно. Я жил без Бога. И я могу разницу увидеть, жить с Богом и без Бога. И вы, хоть какой любой атеист или противник церкви скажет, что да, это все ерунда, на Бога надейся, сам не плашай. Но я подпишусь под всеми словами Павла, который сказал, надейся на Бога, не уповай на разум свой. Вот это вот правильное выражение. И у меня есть, мне, ну, есть с чем сравнивать, друзья. Я в 32 года уверовал, в 32 года. И, конечно, моя жизнь была разрушена. Конечно, моя жизнь была, ну, уставший я был, путник устал. Устал идти против, устал идти против Бога, против людей. И такая веселая была, много было букетов таких греховных. И я устал. И в 32 я выглядел, ну, наверное, на 50. Такой уставший парень. Но сейчас мне 53. И я выгляжу на 32. Ну, что, аминь-то хоть, ну, сказали бы. Ну, что жалко вам аминь сказать для брата. Церковь, ну, где аминь? О, спасибо, ну, хоть немножко хоть. А то сегодня стало рано утром, меня жена как-то даже не похвалила, доброе слово не сказала. Я так быстренько ушел. И как вы поняли, что у меня есть жена, она прошла со мной этот путь весь. Вот она, дай Бог, есть здоровье. И, как говорится, памятник таким при жизни нужно ставить. Она не оставила меня, не бросила. Прошла весь этот путь боли, страданий. Все вот эти психушки, бритые макушки, все эти дела. Не хочется даже говорить. Ну, если вы хотите узнать побольше, в YouTube забейте свидетельство пастора Олега Тихонова. И 6 минут вы, ну, будете в приятном шоке, наверное. Ну, как-то так. Вот, и моя жена, она прошла весь этот путь, она не оставила меня. И потом мы уверовали. Я сначала уверовал, покаялся, начал жить с Богом и читать Библию, смотреть, ходить. Что же Бог хочет? Больше уповать на Бога, нежели на себя, на свои силы. Потому что раньше я только на свои силы надеялся. Ну, вот. И сегодня у нас 5 детей. Мы служим Богу уже 20 лет. Вот, и то ли еще будет, то ли еще будет. Рад быть всегда в Сочи. Для меня Сочи – это не просто отдых, загар. Это не просто море. Для меня Сочи – это такое место, где я духовно отдыхаю. Вот некоторые могут сказать, да ну, тут ты какой духовно отдыхаешь? Тут же, тут жесть, тут вон зайди там вот на абрикосовую, сверни на виноградную и по тенистой улице пройди. Ты что, пастор, скажи, ты вообще о чем ты говоришь? Ну, на самом деле, ну, для меня это так. Я отдыхаю не только, ну, вот море, пляж, солнце. Я отдыхаю духовно. Вот, вот я не знаю. Ну, наверное, есть еще такие места, не знаю, сколько их, много-немного, но Сочи – это одно из мест таких, где я наслаждаюсь, духовно восстанавливаюсь. Нам всем нужен отдых. Встречаюсь с друзьями, с братьями, просто сидим, общаемся где-то на берегу или возле какого-то мангала, или на домашней группе, или в реабилитационном центре. Последний путь, надо же так назвать, а? Представляете, человек, человек, который едет на реабилитацию, и он спрашивает, куда меня везут? Куда-куда? В Салахаул. Уже опасно, уже настораживает, уже думаешь, я что сделал-то плохого, какой Салахаул? Ну, Адлер хотя бы, Хостом, Ацестом, ну, еще нормально, Салахаул. А потом, а какой, как это репцентр называется? Ему говорят, братан, последний путь. И все, и у него шансов нету просто. И вот мне нравится быть вот здесь, и огромное спасибо, ну, за ваши сердца. Я видел, что здесь есть люди, ну, гости, ну, скажем, в церкви гостей, наверное, не бывает. Да, это вы гости города, ну, в церкви-то вы роднульки, роднульки, братики, сестрички. Да, и вот спасибо вам всем, друзья. Ну, и, конечно же, огромное спасибо пастору Олегу Васильевичу, старшему пастору церкви Ковчег, что вот он так доверил мне вот этот штурвал, что ли, руль. Обычно, когда пастор уезжает куда-то и доверяет, то это он сто процентов уже доверяет. Постараюсь оправдать доверие. И можно спросить у вас, вот кто уже больше так чуть-чуть полюбил меня, скажите «Аминь» тоже там. Ой, слава Богу, ну все, ну все. Хорошо. У нас есть, конечно же, определенный план, время, и оно уже уходит. Ну вот эти вот слова, добрые слова от сердца, я хотел сказать, чтобы вы услышали. И, конечно же, буду рад видеть, если вы приедете в Томск, будете у нас на Колыме, заезжайте. Но вы должны сказать мне, не, лучше ты к нам уже. Ну вот как бы так, это старая присказка. Перед тем, как проповедовать то, что вот Бог дал в моем сердце, в моем сердце много на самом деле. Я люблю Бога. Я понимаю, что сегодня, благодаря Богу, я уже живу 21 год. Меня бы не было уже. Я не хочу рассказывать всю эту историю. На самом деле, если хотите, послушайте это свидетельство, YouTube, там, свидетельство Олега Тихонова, вы увидите. Но на самом деле, меня бы уже не было. Я не хотел жить. Моя жизнь настолько стала противна мне, и я отравлял своей жизнью свою жену, которая любила меня верно, и которая не ушла, которая осталась до конца. И когда Бог меня спас, она увидела другого мужа. Представляете, сейчас у ней какой муж. Аминь. А так, да. Вот. И я понимаю, что есть Бог. Его рука невидима. Его рука, она всегда с нами. Главное, чтобы мы были с Богом. Его рука незрима. Знаете, иногда он подписывается, иногда он говорит, Бог любит тебя. Кто-то говорит, и что-то дает, что-то жертвует, как-то помогает, как-то, ну, вот, какие-то помощь приходят от нас, от братьев, от сестер, от его церкви. А иногда Бог, он скрывает это. Он как бы, он не хочет, он втайне держит. И это его суверенитет. И тогда люди называют это случай. Ну, случай. Когда, если ты не знаешь, что это Господь, то подписывается случай. Знаете, вот, наверное, на картинах, не на всех картинах есть подписи художников. Есть картины безымянные, но они также стоят дорого, они также ценны. И многие могут догадаться по кисти, по сюжету, по пейзажу какой-то, что это за художник. Но некоторые картины не подписаны. Вот так же и в нашей жизни, в нашей жизненной пути с Богом, есть мы четко знаем, что это Бог. А есть просто случай. Случай. Ну, как бы, ну, случайно, знаешь. Но я не верю в случайности. Если ты не веришь в случайности, скажи аминь. Если ты веришь в Иисуса, скажи аллилуйя. И вот, знаете, я понимаю, что, ну, за всем стоит Бог. Вот это мое убеждение. Вот хоть как хотите. Потому что у меня есть свидетельства. Иногда наши доктрины заканчиваются. Иногда наше знание о Боге заканчивается. Иногда кто-то может нас завести в тупик. А почему войны? А почему там это? И мы, ну, правда, и почему? Почему горе? Почему? И мы многие не можем сказать, не можем ответить. Ну, тогда у нас у каждого есть свое свидетельство. Я не знаю почему, но я знаю зачем. Я знаю для чего. Я знаю, что никто не согрешил. Ни он, ни родители. Но это к славе Божьей все. Значит, и вот в моей жизни все точно так же. Это к славе Божьей произошло. Я не знаю, почему я страдал. Я был добрым парнем. Ну, добрым. Я даже если кого-то бил, я говорю, отойди от стенки. Ну, потому что когда бьешь человека, он падает. А когда бьешь человека, он еще кулак ударяется. И об стенку этот двойной удар. Я любил, я добрый был по натуре. Я добрый, правда. Вот так некоторые... О, не-не, сейчас-то я уже спасенный, уже, друзья. И почему? Ну, я не знаю. Ну, все это к славе Божьей. И сейчас я это вижу. И я хочу помолиться, знаете, и уже проповедовать. Я не знаю, сколько у меня времени уже осталось. Есть у вас служение оттаскивания от кафедры? Ой, Господи, 30 минут осталось. А те, кто епископ, вы добавляете еще хотя бы минут 10? Жестокие люди. Нет любви у вас. Шучу. И, знаете, вот вспомните, я так понял, что, ну, большинство людей верующие читают Библию. Вспомните одну знаменитую историю, когда Иисус сказал ученикам сесть в лодку и переправиться на ту сторону. Помните, да? А сам говорит, мне нужно здесь с людьми порешать. Он не бросил их. Он кому-то там, наверное, сказал что-то, за кого-то помолился. Он какие-то вопросы решил какие-то административные, возможно. И потом Иисус идет по воде, помните, и все видят, и кто-то испугался. А Петр такой, Петр же он, вера, много у него. Если это ты, скажи мне идти по воде. И Иисус говорит, иди. И Петр пошел. Ну, недолго музыка играла. Вдруг он увидел волны. Ну, типа, если вот штиль, то по воде можно ходить. А если волны, то нельзя ходить. И начал тонуть и захлебываться. И хорошо он успел сказать. Иисус, спаси. Знаете, как вот тонут люди. Они же, помогите. Они же как-то захлебываются. И Иисус протянул тотчас руку и привел его куда? Опять в лодку, опять в ковчег. И знаете, вот много можно на эту тему говорить, но я не хочу проповедовать на эту тему. Я хочу сказать мысль, что, ну, Петр, это как бы прообраз церкви. Так же, нет? Помните? Ты, Петр, на сём церковь буду создавать. Это прообраз церкви. И иногда церковь, люди, братья, вот кто-то из нас, мы выходим из лодки, из ковчега, идём, и вроде нормально всё. Вроде так тебе сказали, что тебя любят, вроде как бы всё классно. А потом смотришь, и там проблема, и там холодильник открыл, и там проблема. Смотришь, и мы начинаем захлёбываться, мы начинаем глупости делать, мы начинаем брать какие-то кредиты за какие-то перехваты какие-то, вот эти. Мы начинаем уповать на людей. А Иисус, он говорит, слушай, Пётр, тебе нужен ковчег, и он берёт Петра и в лодку опять садит, здесь ты безопасный. И вот знаете, сегодня я хочу помолиться, и здесь откровение, что многие говорят, а зачем церковь нужна? Ну вот опять же в этой истории, и это не только одна история, из многих историй мы видим, что не только нам Иисус нужен, нам ещё ковчег нужен, братья и сёстры. Аминь. Не только нам, скажите, вот до Христа, вот кто-то верил в Иисуса? Да все верили в Иисуса, но так же. Мы же все, у нас на въезде, на выезде кресты стоят, правда же? Мы все где-то в душе верили, ну скажите Аминь-то. Ну верили же, ну даже при советской власти, даже при там, при каком-то 50-х годах там, всё равно, ну, дедушка не верил вроде, а бабушка потихонечку там. Молилась как-то, да, крестила наших родителей, возможно, кто-то старый, простите меня, пожалуйста, кто-то постарше и вас, может быть, крестили, помните? То есть мы все верили в Иисуса, сегодня мы тоже верим в Иисуса, но мы ещё верим в святую соборную церковь, мы ещё верим в церковь, где Бог поместил нас и сказал, только на этой лодке вы сможете переправиться на другую сторону. И многие, как Пётр, горячие парни, а можно я пойду? Ну иди. Хотя был приказ первый, слово было первое, переправься вместе с людьми. И вот сегодня время такое, сегодня необычное время, сегодня многие выходят и идут, да мне Иисус только, мне только Иисус, мне зачем эта церковь, собрание? А Иисус в этой истории показывает, что это важно, что это необходимо, что тебе нужен Лука, тебе нужен Марк, тебе нужен Андрей, тебе нужен и тот Фома, да? Тебе нужен вот эта Мария, Марфа, которая верит так сильно в Бога и которая суетится, нам нужны вот эти, понимаете? И вот я хочу просто ободрить кого-то и сказать, если ты захлёбываешься уже, если ты не знаешь и говоришь, ну всё, ну вот всё, тону, знаешь, прежде всего беги в церковь и не жди воскресенья, я думаю, здесь и вторник есть, домашние группы, это тоже церковь, беги туда, вот там ты сможешь сделать правильное решение, Там тебе могут сказать, слушай, дружище, ну не надо брать кредиты, это кабала, это вот эти моргичи, это вообще слово кредит, это вот в Англии моргич называется, моргичи, моргичи, слышали такое слово моргичи? Ипотека, моргичи, это, это с французского, англичане взяли его французов, и слово моргич, оно переводится как объятие смерти. Что-то тихо в нашей лодке стало. Вроде добрая, вроде такой помощь, но объятие смерти. Нам, русским, легко понять слово моргичи, это слово морг. Понимаете? Есть, конечно. Халлелуи. И, пожалуйста, я хочу сейчас помолиться. Я беру специально время вот от этой помазанной проповеди, которую я хотел сказать. Я понимаю, что когда я здесь стоял, мне Господь сказал, скажи вот это. И я просто, ну, хочу быть послушным Богу. Возможно, это не все, возможно, это кто-то, возможно, это один даже человек, но Бог любит нас. Поймите, мы помолимся сейчас, еще две минутки, чтобы, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Нам нужна церковь. Нам нужна, да, мы можем ходить по воде, да, с Иисусом все нормально, но в некоторых случаях мы даже с Иисусом можем утонуть. Вот понимаете, вот этот пример, знакомый пример. В некоторых, а может быть и в большинстве, мы с Иисусом можем утонуть. И слава Богу, мы зовем. Иисус, ну помоги уже, мы уже вот в этом, уже, вот уже все, уже тело наше там, уже все, ноги, уже, может быть, и вот осталась только вот эта вот волна, которая помогает тебе, то выше, то ниже. И мы говорим, Иисус, помоги, Господь, помоги. Он точит, он рядом, он тотчас поднимает. И куда он ведет? Он ведет в церковь. Он ведет и ставит нас туда. И, конечно, там была история, наверное, мы можем себе предположить, что, наверное, смеялись над ним. Ну что, говорит Петя, как водичка? Конечно, некоторые говорят, я не хочу в церковь, надо мной смеяться будут. Ну и что, ну пусть смеются. Ну, братья, у меня пять детей, я знаю. Они вместе общаются, дружат там что-то, потом бам, что-нибудь. У меня одна дочка и четверо сыновей. Четыре сыночка и... Она иногда что-нибудь оденет, они... Фу, и она все, она как цветочек закрывается. Они не привыкли ее красивой видеть, они привыкли видеть ее вот, ну, в такой спортивной, в повседневной. Она как наряжается, и она, конечно, красивее их в 150 раз. И они, и она, это семья, это семья. Будут смеяться? Ну, кто-то будет смеяться, а кто-то скажет. А там, если внимательно посмотреть, что-то меня понесло туда. Там, если внимательно посмотреть, что все остальные, когда Петр вошел в лодку, они прославили Бога и сказали, слава Господу. Вот понимаете? Просто, поэтому, давайте мы сейчас вот не будем вставать, ничего, ну, коротко помолимся, согласимся, и уже постараемся. Что вы с временем делаете? Куда она у вас бежит тут? Прям уходит на глазах, тает прям. Ну, ладно, у Господа все время, все в его руках. Скажу, у Господа-то в руках, но у нас приказ тебя убрать отсюда. И вот, я не знаю, в каком состоянии. И можно я туда пойду, схожу тоже, что-то с вами разговариваю. Вы меня слышите, нет? Хочется, если слышите, скажите аминь. Прям тихо так стало, прям, я не знаю, что-то... Или Моргич обнял вас. Давайте будем просто кричать, просто, Иисус, помоги. Когда ко мне приходят и задают вопрос, я говорю, слушай, этот вопрос как-то может по-другому решиться. Это не спасение, это какая-то подстала. И, конечно же, не надо осуждать себя в этом, что вы сделали, но нужно понять принцип. Бог говорит в Библии и через эту историю, и через многих других историй. Он говорит, что не только я тебе нужен, Иисус, но еще тебе нужна лодка, вот этот ковчег. Не только ною нужен был Бог, но еще и ковчег. Ковчег построй. Ной. Не ной. А ковчег строй. О, стихами заговорил уже. А когда времени уже остается мало, я начинаю сразу же стихами говорить. И вот то же самое про образ. Ной, Бог есть, ну все, Бог бы спас бы их там. А он говорит, не-не, лодка, ковчег. И такая замечательная церковь здесь, и такое замечательное пророческое название, ковчег. Скажешь, а у меня там церковь другая, на камне, тоже неплохо. А у меня, у нас церковь прославления, разве это плохо? Самое главное, чтобы не церковь под каблуком Иисуса. Вот это самое главное. Ну ладно, в общем, мысль понятна. Кто понял мысль? Ну тогда, давайте закроем глаза, братья и сестры. Я не знаю, вышли вы из лодки, или может хотели выйти. Или знаете кого? Дайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, вот это слово, которое так сильно сегодня наполнило меня, Господь. И я знаю, что кому-то Ты хотел сказать сегодня. И, Боже, пусть это будет ясно и четкое понимание в нашей жизни. Да, нам нужен Ты, Христос. Да, Ты Господь наш, Ты Бог наш. Но мы видим, что нужна и церковь. Мы видим, что, Господь, Ты прилагал спасаемых к церкви. Ты прилагал спасаемых к церкви, Господь. И сегодня дай нам это понимание и разумение. Господь, нам нужно переправиться на ту сторону. Нам нужно пройти все эти трудности, обстоятельства нашей жизни. Кто проходит сегодня эти пережития? Господь, кто, может, сегодня пошел по воде и так же начинает тонуть, видя эти шторма, захлебывается в этой воде, захлебывается в этих долгах, захлебывается в этих проблемах, не знает, как быть. Боже, есть в церкви люди, есть в церкви помазание, которые учат, которые даст совет пасторы, служители. Господь, которые наполнят каждого и даст ответ, даст совет на их вопросы и нужду. Боже, и сегодня пусть такая церковь будет, пусть у нас будет это понимание, что Ты, Христос, Господь, Бог наш, но церковь – это тело Твое. Ты прилагаешь спасаемых в церкви, и мы благодарим Тебя за церковь-ковчег, за те церкви, которым мы принадлежим в разных городах. Спасибо Тебе, Господь. И ходить по воде – это прикольно, но лучше быть в церкви, лучше быть и проходить вместе, строить этот ковчег, чтобы спаслись не только мы, но и наши семьи. Во имя Иисуса Христа я молюсь и я благословляю. И пусть это слово, оно коснется каждого сердца, кому нужно, и укрепит нас во имя Иисуса. Ты, Господь, спасающий, Ты простираешь руку сейчас, кто вышел из церкви. Тот, кто говорит Тебе, Бог, спаси, помоги, и Ты снова приводишь в этот Дом Божий. Во имя Иисуса мы молимся Тебе, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Давайте прославим Богу. И я молодец. Ты в духе. И тогда вот просто проповедь, оставшееся время, я хотел бы сегодня сказать. Вернись соседу, скажи, надейся на Господа. Если у вас есть, если у вас есть Библия, то это 1 Царств, 30 глава. Если у вас нет Библии, то у нас здесь, наверное, есть подсказочка. Это история про Секелат. Давайте мы прочитаем, чтобы было понятно, потому что потом будет проще мне, потому что на самом деле время утекает, как песок вот в этой... Как вам это, песочные часы. 30 глава с 1 стиха. Я начинаю читать. Вы следите, следуйте за мной. В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, а маликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак и сожгли его огнем. А женщины, всех бывших в нем, от мала до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу. И вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, в вопль. И плакали, таколи не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинеома, изриэльтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ифот, и принес Иафар и ифот к Давиду. И попросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их. И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Вассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Вассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел. И напоили его водой, и дали ему часть связки смог, и две связки изюма, и он ел. И укрепились, ибо он не ел хлеба, и не пил воды три дня и три ночи. Вот на этом мы остановимся. Я думаю, что этого достаточно. Если вам интересно, чем история закончилась, и подробно, прочитайте ее дома. Будьте такими. Придите, поразмышляйте вечером, там, когда есть возможность, перед сном. Здесь история. Давид. Знаете, Давид друг Бога. Давид друг Бога. Давид взял своих воинов и пошел на работу, так скажем. Тогда работали. На охоту, на войну, там. И пока они три дня охотились, они возвращаются, и вдруг дома сожжены, а дети, жены в плену. Их нету убитых, ну, значит, они где-то в плену. И вот здесь написано, что они так плакали, они так плакали, что силы не было. Я бы вот подумал, знаете, братья, у кого есть семьи, у кого есть жены, у кого есть дети. Я подумал, вот нам бы так бы плакать за своих жен, за своих детей. Пред Богом. Вот настолько, что ценно в твоих глазах, что ценно для тебя. Вот что ты потеряешь, то ты и будешь плакать. Правда? А так? И ты смотришь и думаешь. И потом вдруг они расплакались, силы потерялись. И вдруг Давид, немножко здесь написано, даже пришел в смущение. Почему Давид пришел в смущение? Написано, что так, как его же братья и народ весь этот, потому что женщин нету, детей нету, там одни только братья. Его же братья хотели убить его. Представьте себе. Лидер, ну, пастор. Пастор, пастор домашней группы. Пастор, он куда-то повел их. Они там воевали, все нормально. Приходят, а дома, которые они строили, которые вкладывали, вот ценно, сгорели. Детей, жен в плен взяли. Казалось бы, ну, при чем здесь пастор? Ну, при чем здесь? Надо же кого-то крайним сделать, правда? Ну, кто? Ну, не я же виноват. Правда же, да? А, ну, Давид виноват. И Давид говорит, он в смущении, он такой смотрит на все это. И они говорят, мы сейчас тебя убьем просто. Возьмем и убьем. Нам легче хоть будет. Давид говорит, ребят, братья, мужики, пацаны. Давайте, или же, мои же жены тоже ушли, моих же детей так же забрали, как и ваши. Вы чего? Они говорят, а нам все равно. Надо нам кого-то убить. Знаешь, порой проще нам убить кого-то, нежели к Богу идти. Вот, знаешь, мы такие, вот у нас, думаешь, вы вообще верующие или нет? Ну, Давид мог бы сказать, друзья, да я вам помог. Вы когда приходили в мой репцентр, последний путь, я же вам помог там. Помните, вот эти все братья-то, они же все, кто униженный, кто оскорбленный, кто... Они же все в эту пещеру, за Даламскую, там, куда-то стекались. Помните эту историю? И Давид, по большому счету, своим помазанием, то, что он с Богом, он научил их ходить. Он научил ходить с Богом, научил действовать. Ну, можно много об этом говорить. Ну, и думают, ты верующий вообще или нет? Просто горе иногда закрывает нашу веру. Иногда горе, иногда проблемы, они дают нам неправильное действие какое-то. Пошел и моргич взял. Пошел и еще что-то. Да, давай убьем его. Вот просто он помог тебе, он поднял тебя. Благодаря ему у тебя семья, жены, дети, благодаря ему дом. Просто он научил тебя. У тебя ничего не было, и ты сейчас... И он бы мог сказать, он бы мог все это предъявить, да, как это сказать? Предъявить, нормально это слово? Предъявить им сказать, ребят, ну давай... А здесь написано, седьмой стих. Есть там, да, он или нет? Седьмой стих. Ну, давайте вместе прочитаем этот седьмой стих. Давайте вместе, пожалуйста, если кто видит Библию или кто видит экран. Давайте на три-четыре. Ну да, вид. И восьмой стих еще высветите, пожалуйста. И просил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне и догоню ли я их. И сказано ему... Точка. Вот моя проповедь, мне попросили, как название называется, преследуй, догонишь и отнимешь. Не надо сидеть, если есть проблемы. Не надо сидеть, вот знаешь, сидеть у этого разбитого корыта и плакать. Не надо обвинять кого-то. Проще убить брата, нежели пойти к Богу. Помните Каин и Авель? Тоже история замечательная. Просто Бог презрел жертву Авеля, а Каин и не презрел. И просто Авель принес первородное, а Каин от плодов своих тоже там десятину принес. И Бог как-то обратил внимание на Авеля. Каин, ну ты иди, возьми тоже барашку, иди принеси в жертву Господа. Жалко барашку, а брата тебе не жалко. Брата убить не жалко. Ну вот просто, друзья, просто подумайте, вот мы сейчас на минутку туда запрыгнули, просто подумай, ну возьми и сделай так же, как сделал твой брат, за что Бог благословил его. Возьми и сделай, барашку принес. Господь, прости, я тут тебе морковку принес. Да барашку так барашку, пошел барашку принес. Убил его, барашку надо убить, чтобы жертву принес. И порой нам проще убить брата, нежели бы вот этого вот, жертву какую-то. Понимаете? То же самое и здесь, ничего не меняется. В бытие, в первом царстве, или сейчас, в 21 веке. Говорит, а ты вообще молодец, красавчик, прям, ты в духе двигаешься. Вообще сегодня пророческая какая-то, начиная с первых аккордов. И вы так сидите прям, вы еще любите меня, нет? Вы так думаете, откуда этот Сибирь, этот брат знает все про барашку? Я не знаю, если, я не знаю, мне никто не сказал ничего, мне, никаких историй я не знаю про церковь. Вот поверьте. То, что я хочу, то, что Бог говорит мне, хочу подсказать, помочь. Я как суфлер, как суфлер, знаете, забыл текст, суфлер тебе подсказывает. Надейся на Господа. Вот суфлер, знаете, в театре есть сцена, и есть актеры. И некоторые думают, ой, пастор, артист. Ой, даже, вот артист, 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 артист. Пастор не артист, пастор суфлер. На этой сцене есть будочка маленькая. И он сидит, и если ты забыл, он тебе, надейся на Господа. Скажи, надейся на Господа. Давайте так скажем, скажи, я надеюсь на Господа. И повернись, кто справа, улыбнись так с любовью. Спроси у него, а ты? И знаешь, и вот, что-то мне там понравилось, когда ты здесь больше Бога. Когда ты на коленях, да? И скажешь, а кто тогда артист? А догадайся, кто артист? Скажи так вместе со мной. У меня осталось еще пять минут, так что я все равно уйду через пять минут. Обижаетесь на меня, не обижаетесь. Вот так сделайте все. Я понимаю, есть воспитанные люди, здесь культурные. Скажи так. Ага. Мне кажется, я знаю, кто артист. Это... И есть у тебя смелость вот так сделать? Это я. Ну, хорошо. Что я могу за пять минут сказать? Сказать, что я вас люблю. Я уже сказал. Сказать, приезжайте в Томск. Ну, кто услышал, кому надо, приедет. Ну, дальше есть интересный вопрос. Давид задает Богу вопрос. Он надеялся на Бога. Вот представляете, его окружили родные же братья. Ну, хотят его замочить. А он говорит, ребят, дайте помолиться. Помолиться дайте мне. Я хочу просто помолиться. Я хочу спросить у Бога, что он думает по этому поводу. И он задает вопрос. Господь, догоню ли я? Преследовать мне или догоню? Вот два вопроса. Что написано здесь в восьмом стихе? Бог ответил, преследуй, догонишь и отнимешь. Бог дальше, Он говорит, я дам тебе победу. Сегодня кому-то Бог говорит тоже. Хватит сидеть, хватит обвинять кого-то. Хватит. Просто иди и преследуй. Преследуй врага. Не своих родных, не братьев преследуй, а врага. Потому что когда ты будешь врага преследовать, там ты найдешь и братьев, и сестер. Там ты можешь взять их плененных и спасти. Понимаете? Потому что многие сегодня, правда, гонят на самом деле. Гонят, как Саввел. Помните? Саввел гнал, и Господь к нему пришел и говорит, Саввел, Саввел, что ты гонишь? Помните эту историю? Что ты гонишь, Саввел? Хорош гнать. Преследует братьев, преследует сестер. Там в деянии так написано, вы не верите, потом прочитайте. Просто преследуй дьявола, преследуй врага. Он говорит, преследовать, не преследовать. Преследуй, догонишь и отнимешь еще. Вот пророческое слово тебе, как это проповедь называется. Иди, догонишь и отнимешь, и восполнишь все эти нужды. То, что дьявол украл тебя, вернется в семь крат. Просто нужно идти, нужно не сидеть. Ой, ну, надо идти, потому что Господь сказал, идите. Он сказал, идите.